Погода, снежочек выпал, девчонки, так и снимай, такая, понадеялась, что буду монтировать. Всем привет, я уже отправила детей в школу, сижу пью кофеечек. Сегодня не работаю, сейчас доделаю кое-какие домашние дела, я вчера носки не достирала, уже просто стирки было километр. Думаю, ладно, оставлю их, как раз сейчас, там два полотенечка надо закинуть, они у меня замоченные лежали, я закину их стирать, и у меня есть план грандиозный, надо сейчас записать, на неделю хочу расписывать планы по поводу съемки, не только блогов, но и рецептов, я сейчас нашла классный рецепт, но, единственное, надо идти в магазин, любой рецепт, который нужно снимать, нужно идти в магазин. Во-первых, у нас нет сахара, во-вторых, на этот рецепт нужны сливки. А у нас сегодня погода такая же, как и вчера, даже хуже. Вчера просто там было грязно, шел дождь, сегодня еще и снег пролетает. Сейчас, кстати, вам покажу, какая у нас очаровательная сибирская красота. Окна у меня плачут, потому что я... Отопление было все выключено, а на улице ноль градусов. Смотрите, какая погода, снежочек выпал, девчонкам сегодня зонтики дала, но они, походу, просто так их потаскают, потому что дождя нет. Они утром уходят, и на улице темно, и не видно, то ли идет дождь, то ли не идет дождь. Ну, я им на всякий случай их вручила. Обе пешком ходят. Алене и до автобуса, и с автобуса тоже идти. В общем, вот такие вот делишки. Люди гуляют. Увидела сегодня рецепт, я его до этого видела, тоже все хотела попробовать, но никак у меня не доходили руки. Крем-брюле. Ну, не знаю, с моей духовкой что-то получится или нет. Ну, кстати, самса допеклась, все прекрасно. Вот она еще есть. Вот они стоят такие красивенькие, запеклись. Я их помазала сверху яйцом. Единственное, что не так, я бы туда... У меня дети лук не очень любят, а я бы туда побольше лука накидала. У меня, тем более, белый был, только одна маленькая такая головочка. Я думаю, мама как-нибудь взять. У меня фиолетовый был. А фиолетовый он бы покрасил мясо, и я не стала. Думаю, ладно, хватит. Лука бы побольше было, было бы посочнее. Ну, и вообще на самсу используют не филе, куриное, конечно, а филе. Вот сейчас продается в пятерочках вот эти ножки. С ног филе. Вот оно бы было посочнее. И тем более оно... Ну, что-то оно прикольно промариновалось. Вот мне нравится на самсу делать, чтобы оно прям постояло, просолилось. Вот этот сок дало все. Тогда оно прям интереснее вкус. Девчонкам понравилось. Алена вчера одну съела. Варюшка на ночь еще. Уже спать пошла. У нее все время так зубы почистила. И начинается... А стоит это самса на столе. Ой, я, наверное... Можно я попробую? Я говорю, ты жду бы почистила. Ну, ладно. И что? Что почистила? Ну, я все съела. Села-съела. Я говорю, ну, ешь. Вот я сегодня вместо завтрака, не знаю, насколько мне хватит, уже съела одну самсу. Я обычно завтракаю яйцами. Вот это прям идеальнейший для меня завтрак. Это из яиц. Это скрамбл. Это просто жареные яйца. Вот, особенно если в хлебе вот эти вкусные. Или с лепешкой, как я делаю. Хочу, кстати, перезаписать по-другому рецепты тоже. На этот канал буду там переделывать. Кухню Гномика больше выкладывать не буду. У меня будет Инстаграм отдельный. Хотя Инстаграм сказали в марте уже все. Окончательно вообще не будет Инстаграма. Не знаю, есть ли там смысл какой-то. Я больше сейчас Ютубом занимаюсь. И... Вот никак, правда, не могу вам заснять. Есть обещанное видео про знакомство. А я сегодня дома. И сегодня я прям начну. Я уже... Я думаю, прям какое-нибудь коротенькое. Прям минимально. Чтобы там есть... Когда заходишь на канал, там есть трейлер. С чего бы вы хотели, чтобы вас... Ну, там, знакомство. Типа знакомство можно туда поставить. А потом уже можно рассказать, кем я работала. Вот это все уже в каком-нибудь прям длинном видео. Чтобы маленькое было. Вот. Жду сегодня. Я снова начала торговать на бирже. Ну, потому что доход один хорошо. Доход. Но его мало. С работой тоже думаю, что делать. У нас с папой мало сейчас работы. Зима тем более. Но так получается, если я сейчас поменяю работу, то... Почему я так от зуба отсвечиваю? Где светит, чего я прям в камеру вижу? То получается, от папы мне нужно будет уходить со всем. Вот. И вот я думаю, что делать. Просто... И вроде бы ты и там числишься. Периодически нам привозят работу. Я никогда не отказываюсь. Мы сейчас там свои собрали еще на продажу. Вот. И вроде бы и хочется уже другую работу. Хочется более заработок по-другому. Потому что планы... Планы есть. Их осуществлять нужно. Порыскать по интернету. Я вообще за онлайн работаю. Я и до этого работала, когда тексты писала. Но тексты для меня прям была сложность в писанине. У меня проблема... Самая большая проблема – это запятые. Я вообще их... Я знаю, где они основные ставятся. Но я часто пропускаю запятые. Как бы вот это для меня прям проблема. Но самая большая проблема даже не в запятых. Я нормально писала тексты. Самая большая проблема – это была для меня в уникальности текста. Для строительного магазина. Когда ты описываешь один и тот же товар. У меня попадало в трех разных категориях. Один и тот же товар. Описываешь. И должна быть уникальность 80%. Особенно товары, которые по-другому просто не называются. Вот у них есть прямое назначение. И ты их по-другому. Но тут там надо прям вывернуться, чтобы их... Вот это меня больше всего напрягало. Как бы в этой писании не атак. В принципе, они неплохо платили тоже. Вот такие вот дела. Так что сейчас займусь стиркой. И я хочу помыть голову, посушить. Наверное, приведу себя в порядок. И начну снимать видосик. Который хочу для знакомства сначала все заснять. Главное, чтобы это не удалить. Вот что главное. Потому что так обидно было. Я засняла видео. Куски вот эти все для нарезки. Чтобы для монтажа я все засняла. Ника, потише. Пей. Слышите, как лакает. В общем, все засняла. И в итоге я все удалила. Последний рецепт. Мы вот этот печенек делали. Он обалденный. Вкусный. Обалденно быстро делается. И я хотела его заснять. Вот прямо. Потому что на том... На кухне гномика было мало просмотров. Я думаю... Блин. И формат я поменяла. Вот хотелось мне именно в этом формате заснять. Но восстановление я пробовала с помощью... программы восстанавливать. Но если ты удалил уже с гугла, то все. У меня раньше было, что если удаляешь с телефона, оно попадало в корзину. А сейчас, если я удаляю из телефона... Может, я что-то в настройках, конечно, поменяла. Может, узнает, как это делается. Если с телефона удалила, то все. С гугла автоматически все с гугл диска уходит. Как они так стали привязаны настолько. Раньше оставалось. Я с галереей у себя чищу. Ну и там остается. Ну и сейчас... Сейчас так не делается. Такие вот дела. Так и снимай. Так я понадеялась, что буду монтировать. Смотрите, как я сегодня ложила волосы. Надеялась монтировать на компьютере. Но компьютер мне сказал, данный файл не открывается. Замечательно. А как же я его буду монтировать, если он не хочет открываться? Ну-ка, если мы его скопируем? Я просто снимаю не через телефон, а через программу. И через эту программу почему-то не хватит. Они сюда... Я думаю, почему я тут раз не сделала? А я поняла, почему я тут раз не сделала? Я тут раз не сделала, потому что у меня так же само ничего не открывалось. Поэтому я и все это зафигашила. Альфа-банк что-то прислал. Телеграм. Так. В общем, сейчас потребуется ресурс... Чего? Вот это-то номер. А, шибка. Ну ладно, сейчас мы сделаем по-другому. Я что-то вообще в шоке с этим телефоном... Ой, простите. Простите. В шоке от своего компьютера. Мне не нравится. У него много параметров. Он, короче, сделан так, что... Он даже не копирует. А что, защита от копирования стоит? Ах, только чтение, 2 минуты внутреннего параметра... 3G... Файл типа 3GP. Короче, у компьютера у самого есть фигня такая, что он не предназначен для монтажа, для всего. Он был куплен, я уже рассказывала, именно для торговли. Вот это же только сейчас открывалось. Уже не открывается. Я только сейчас ее открывала. Может, у меня неправильный плеер? Ставим еще плеером. Не хочет... Так, как я его копирую-то? Открыть, 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 открыть. Не хочет открывать, даже тот, что убил. Ого. Дожечки такие шваткие. Вот, это открыл. Вернулась домой, застыла, плюс тяжелый пакет. Я вообще какая-то пришла, у меня руки трясутся. Тут же Варинка дома. Она уже самсу приточила. Быстренько тут заголодала. Сейчас опять начнется вот эта вот полоса от шапки. Я целый пакет еще просто притащила. Потому что ничего дома нету. Варешь носочки. А хочется. И хотелось мне так... Почему? Мне хотелось, если честно, ирисок. Но в двух магазинах... Мне так хотелось ирисок. Ну, в общем, в двух магазинах ирисок я не нашла. Зашла, купила виноград. Очень хочется. Фруктов каких-то у нас вообще ничего дома нет. Галяк просто. Купила пахлаву. Сто лет не брала. И тут, представляете, обычно у них без даты. А тут прям дата набита. Думаю, ну это грех не взять. Так, взяла нам салфетки. У нас закончились важные. Из фруктов мандаринки взяла. Давно уже закончились и не брала. Так, сейчас поставила варить яйца. Аленушка пришла. Привет, Ален. Поставила варить яйца. Буду делать крабовый салат. Взяла кукурузу на него. Майонезик закончился. Беру вот такой все время. Мне вообще нравится. Я вообще, майонез не очень люблю. Но салат он нужен. Крабовый, типа мясо. Вот такое я беру. Мне такое больше нравится. Так, из сладостей взяла какие-то вот такие штуки. Все на них до этого смотрела. Сегодня решила взять попробовать. Думаю, они должны быть вкусненькие. Так, потом взяла рулетик. Рулетик вот такой. Ну и сладостей, наверное, все. Фрукты еще взяла, порвался. Пакет красных яблок. Они такие красивые. Лежали. Так. Хлебушек. Надо у нас с холодильника весь хлеб утилизировать. Взяла лепешки на завтрак. Давно их не было у меня. Прям вообще я соскучилась уже по такому завтраку. Сыр. У нас очень ходовая тема. Потом взяла халвы. Не знаю, чуть-чуть не по хладостям. Прям ударила. Творожный сыр взяла пока такой. Я вышла из дома. Хотела идти в доброцен. Но там такой дубак. Думаю, какой нафиг доброцен. Не пойду я взяла такой. Потом взяла какой-то хлебушек вот такой. Он похож чем-то на багет. Он прям, знаете, такой. У него корочка прям каменная. Нет, она хрустящая. Но за счет того, что они тонкие. Ну, в общем, завтра мы, если что, зайдем в пятерку. Возьми нормальный хлеб. И, наконец-то, я купила сахар. Ну, в общем, вся закопка. Побежала переодеваться. Хожу в кожаных штанах. Ну, кожезаменитель. И в них дома заходишь. На улице прекрасно. А домой заходишь. И, кажется, тебя как будто в пленку обтянули. Тебе сразу жарко становится. Ну, ладно, сейчас уберу. Наконец-то я сажусь обедать. Аленушка уже поела. А я приготовила вкусный салат. Подает штуку? Вообще вкусняшка будет. А, вот это? Сейчас посмотрим, как они выглядят. Вот эти штучки сейчас Алена откроет. Я смотрела. А я-то нет. Давай покажем, как они выглядят. Ну, что, хотела крабовый салат? О, дай мне. А, то есть, тут они еще и не по отдельности. О, они каждая в этой штучке. Я думала, они каждая запечатана. Они просто там так шерудились. А они, оказывается, не по отдельности. Всем приятного аппетита. Буду кушать. Погода, что делать? Вообще ничего неохота. Пасмурно. Вообще, жопонька. Мы опять собираемся кушать. Я сегодня ничего... Нет, я поснимала видосы, конечно. Да, я пофоткалась. Еще футбрафию поделала. Но больше ничего. Я никуда не ходила, кроме как в магазин. Варварка еще сбегала в школу искусств. У нее сегодня разговоры об искусстве. И сейчас мы садимся уже ужинать. Вот и есть салатик. И немножко курочки себе погрею. Варварка картошка тоже будет. С курочкой. Алена будет сам суда едать. Не хочет. Она картошку ела. И не хочет. Салат будешь? Надо заправить еще тогда. Я просто салат сделала. И заправляю частями, чтобы не весь тазик заправить. Потому что у меня не получается маленькую порцию делать. Я сделала большую тарелку и откладываю в другую маленькую. И уже заправляю, чтобы было подольше радоваться салату. На улице мерзость. Это просто какая-то... Снег пролетает. Один градус. Лужа. Фу-фу-фу-фу-фу. Вот эта серость. Я вообще осень. Из-за этого не люблю. Так что все, мы будем кушать. Варвара, иди кушать. Всем приятного аппетита. Надеюсь, у вас хорошая погода. Варварка собирается спать. У меня почти прошла рука. Ну, болит очень сильно. Прошла рука, но болит очень сильно. А куда она прошла? Мимо тебя, что ли, проходила? Нет, типа я могу чуть-чуть двигать, а дальше я не могу. Чего? А! Ой, Вруша! Варке надо в театральную поступать. А! Да. Да. Варвара идет спать, а я пойду уберу посуду. Что-то сегодня будет бесполезный день. У меня лично. Так что... Надеюсь, завтра будет лучше погодка, и будет настроение другое. Завтра не будет лучше погодки, завтра будет она хуже. Она будет превосходная, бесподобная. Завтра тренировка. Завтра тренировка. Я так ее жду. Я так соскучилась по тренировке. Так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Пока-пока. А-а-а-а.